В Наринмаре проходит Координационный совет руководителей территориальных органов Роскомнадзора в Северо-Западном федеральном округе. В нем принимают участие руководители региональных управлений ведомства из девяти регионов Северо-Запада, представители окруженной власти и прокуратуры, уполномоченные по правам человека в Ненинском округе. Участники совета обсудят вопросы, касающиеся развития инфраструктуры связи, взаимодействия с правоохранительными органами и другие. Наринмар будет проведен Координационный совет. Сегодня и завтра проходить. Руководители управления наших выступят с докладами. Сюда приглашены профильные руководители, которые отвечают за связь отдельных субъектов, в первую очередь северных территорий. Мы здесь обсудим проблемы, выработаем рекомендации как по осуществлению контрольно-надзорной деятельности, так и в целом по обеспечению качества, надежности, бесперебойности, устойчивости связи на территории всего Северо-Западного федерального округа. Предоставление услуг связи – один из самых актуальных вопросов для Нинского округа. О том, как он решается на территории региона, рассказал заместитель губернатора округа Сергей Боенко. На сегодняшний день остро стоит вопрос о необходимости строительства резервного канала связи. В этих целях разработан проект строительства волоконно-оптической линии связи «Наринмар-поселок Харьягинский», которая будет соединена с существующей линией связи с Усинском. Ориентировочный срок реализации проекта – 2020 год. Строительство данной линии связи решило бы целую задачу в числе повышения информационной безопасности Нинского округа, в том числе и обеспечения функционирования государственных информационных ресурсов округа, возможность использования сети связи не только ПАО с Телеком, но и ПАО Транс с Телеком, снижение стоимости услуг для населения округа и обеспечение технической структуры связи, строящейся дороги на Римар-Русинске. На данный момент доля сельских населенных пунктов в НАО, которые обеспечиваются интернетом через наземные каналы связи, достигла 53%. В ближайшие годы работа в данном направлении будет продолжена. В планах до конца 2021 года завершить строительство наземного канала связи у нас на ПАНИЖНОКЕШЕ ВООНУВИНИКО, СЛАД-4. В 2020-2023 годах будет построен наземный канал связи НИСЧИЖИШУЙНА. Строительство данных каналов позволит обеспечить жителей и организации приграничных населенных пунктов качественные услуги на связи с красным интернетом. Освободившийся от спутниковый ресурс будет направлен на улучшение качества связи в населенных пунктах АНИЖНОК, РУАРНОК, 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 РУАРНОК. В этом году в поселке Нельминос начала работать очередная базовая станция сотового оператора. А в Андиге и Хангурее были установлены усилители сигнала для обеспечения устойчивого покрытия сотовой сети. Если говорить в целом, то по данным Роскомнадзора, 93% территории Архангельской области имеет подключение к современным высокоскоростным линиям связи. Несмотря на это, часть населения в отдаленных районах области и округа лишена качественной мобильной связи. Причина – труднодоступность и малонаселенность этих районов. Операторам невыгодно работать в таких условиях. Этот фактор не позволяет в полной мере развиваться, а развивать операторами собственность связи в Нельминском округе. Потребность регионов современных и качественных услугов связи возрастает с каждым днём. Технологии стандарта связи не стоят на месте. С этим хотелось бы, чтобы операторы связи не забывали о районах Крайнего Севера, активно их развивали, в том числе с использованием государственного частного партнёрства. Кроме этого, на заседании обсудили проблемные вопросы по организации взаимодействия с правоохранителями и органами местного самоуправления, по своевременному выявлению и пресечению правонарушений в сфере связи, а также программу развертывания цифрового эфирного телерадиовещания в Северо-Западном федеральном округе. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.